Спасибо большое. Прежде чем я начну, у меня есть два дисклеймера. Я, во-первых, случайно с утра после хайлоуда осталась без голоса. Простите, пожалуйста, за то, как я звучу. Второе, я беру лучшие практики и не только разные практики у своего технического директора Саши Тоболя, поэтому, скорее всего, не уложусь в тайминг, но Антон обещал, что он будет намекать мне на это. Раз мы поднимаем руки, скажите, пожалуйста, кто в курсе о том, что за исследование Роскуссичного Деврела и кто его проходил? Хорошо, кто в курсе, что за исследование? Хорош процент. Кто проходил? Ребята, сейчас расскажу. Значит, история такая. Есть широко известная в узких кругах Женя Голева, которая довольно давно в Девреле проводит, как она называет это, нерегулярное исследование русскоязычного Деврела. Понятно, что оно в этом году стало русскоязычной, а не как-то другая формулировка. Оно все еще открыто. Вот ссылочка. Я в конце еще раз продублирую. Пройдите, пожалуйста, если вы почему-то здесь и не прошли его. Это стоит того, имеет смысл. Нам очень нужно. Но дело какое, что действительно Женя в Тбилиси, а мы в Москве, и у нас была важная идея о том, чтобы мы действительно встречались лично и выступали оффлайн. А вот так удачно совпало, что я в Москве. Мы решили, одна Женя, другая Женя, сойдет. Тем более у меня есть какой-то по этому поводу опыт. Есть, естественно, мнение примерно по любому вопросу. Я занимаюсь Деврелом ВКонтакте, той частью, которая контентная в основном, это статьи, доклады, подкасты, whatever, что про поделиться экспертизой. Поэтому во внутренней всякой нашей документации очень долго это мероприятие шло под названием «Женя, происследование Жени». И потом нам пришлось все-таки придумать какое-то нормальное название. Так нас не пустили в программу, несмотря на все связи. Так вот, о чем мы говорим? Исследование называлось громко русскоязычный developer relations в 2022 году, что важно. Оно было большое. Вот те, не очень много людей, недостаточно много, которые подняли руку, знают, что там было много вопросов, 7 блоков. Мы сейчас говорим, во-первых, оно еще продолжается, поэтому мы говорим не о полной аналитике, о каких-то интересных моментах, которые нам показались интересными. Во-вторых, только то, что касается отдельных блоков. Это то, откуда берутся Деврелы, что они делают там внутри, какие возможны карьерные треки, о чем как раз сегодня были вопросы. Прежде чем пойти дальше, я, пожалуй, потрачу 30 секунд на капитан очевидность и скажу, что зачем нужны исследования, что как бы понятно, мы же Деврелы, вообще существа ультра-социальные еще более, чем все остальные люди, есть нетворк, можно в куларах же просто спросить, кто чем занимается, и никакие исследования не проводить. Да, но люди в куларах и в анонимных опросах отвечают немножко разные вещи. Во-вторых, как раз именно хороший нетворк можно, имея хороший нетворк, мне кажется, можно сильно ошибиться и сильно сбить свой прицел. А исследования позволяют посмотреть, что еще бывает за пределами круга твоих интересов, за пределами, ну, как бы, байс поправить. И я надеюсь, что из тех картинок, которые я сегодня покажу, что-то будет, про что вы скажете, а, я так и думала, и думала, а что-то все-таки будет любопытно, ну, либо подождете полную аналитику, где хотя бы там, может быть, что-то будет любопытное для вас, не совсем очевидное. Итак, кто эти люди, на мнение каких людей, которые не поленились заполнить опросы, мы опираемся. Приглашение поучаствовать в опросе увидели примерно 5000 человек. Это релевантные люди, это не было, это все вот эти чатики, которые перечислял Антон и плюс-минус какие-то похожие, никаких общих там рассылок по всем на свете разрабам не было, это целевая аудитория. 80 из них заполнили опрос, потратили полчаса, там, час своей жизни. Молодцы, спасибо им большое за это. Женя, я там, думаю, тоже похлопала, я надеюсь на это. 80 человек, на самом деле, довольно много, потому что, ну, камон, сколько нас всего? Ну, явно не тысячи. Во-вторых, в англоязычных относительно похожих исследованиях люди оперируют тоже какими-то похожими значениями. Там 130, 200 человек, типа, супер для стейтов. Деврел — хорошее значение. Естественно, мы приглашались к прохождению опроса те люди, которые называют себя деврел кто-то и сочувствующие ровно так же, как и на нашей конференции. Кажется, это важно учитывать мнение тех, кто рядом сочувствует деврелу. Я выписала на слайд какие-то должности, которые показались мне интересными. Я все еще, потому что ищу идеи, меня как раз спросили, как называется моя должность, мне кажется, например, Global Speaker Support Lead звучит офигенно. И однозначно, ну, имеет какое-то отношение к деврелу. Соц. Демпортрет тоже покажу. Четверть мужчин, три четверти женщин. Если честно, как бы кому какая разница, делайте с этой информацией что. Хотите, в прошлом году было довольно одинаково, практически одинаково. Поэтому скорее говорит про именно участие в исследовании, но во всех взрослых исследованиях зачем-то это приводит, поэтому я тоже попросила Женю сделать эту картинку. Что нам чуть более интересно, это про возраст. В основном хор-аудитория от 25 до 35, совсем чуть-чуть людей более молодых, но какое-то количество есть более опытных коллег. Но хор от 25 до 35. Соответственно, у этих людей есть какой-то опыт до деврела, а опыт в деврелу, опер-релейшнс, средний в некотором смысле. Три года среди тех, кто проходил вопрос. Он-то не средний арифметический, не медиана, как это сложный расчет. Пожалуйста, если вам прямо важно, как это рассчитывалось, спросите Женю. Я спросила, повторять не готово. Три года, кажется, для нашей молодой области отрасли, как правильно говорить, реально неплохое значение. Это, в принципе, для любой неплохое значение. Для нашей, которая, в принципе, не так давно массово компанией в это пришли, кажется, прямо прикольно. Что там у нас дальше? Откуда попали люди в деврел? Поскольку, я напоминаю, 25 до 35 в основном нам тут. Где-то в основном работали люди до деврела. Это самые популярные HR, IT, маркетинг, что очевидно. Пиар чуть послабее. В этом вопросе можно было отвечать множественно. И любые сочетания по два там встречались. Почти всегда люди отвечали два чего-нибудь. Все сочетается, поэтому тут абсолютные цифры приводятся без никаких процентов, сто процентов, потому что это не укладывалось. Ивенты тоже есть, но их меньше, чем, например, я бы думала, потому что, мне кажется, во-первых, IT-конференции прямо поставляют деврелов очень надежно. Во-вторых, в нашей команде есть люди из деврела, из ивентов. Ну вот не так много на самом деле ивентов, во всяком случае, среди тех, кто отвечал на вопрос. В разном реально разное. Там журналистика, книга, издание. Вот я, например, из науки, и я не одна такая. Был кто-то еще, кто так ответил. Я специально посмотрела в эти ответы, что разное тоже присутствует, и тоже прикольно. И был один человек, который ответил, что сразу попал в деврел. Я, честно говоря, не знаю, то ли позавидовать, то ли... Потому что все-таки каждый опыт полезен. Он, может быть, не всегда приколен в моменте, когда ты его получаешь, но потом в целом пригождается обычно. Про технический бэкграунд. Сегодня было довольно много вопросов по этому поводу. Вот что говорит опрос. 30% людей имеют высшее образование, релевантное какое-то, подходящее. И целая четверть людей прям кодили. Там был жестокий вопрос. Год фулл-тайм разработки. Ну прямо вот не лаба в универе, а прямо конкретно какой-то коммерческий опыт разработки. Ну это тоже довольно много, но, как мы сегодня поняли, послушали, это совершенно не обязательно. Вот, например, у меня есть такое образование, такой опыт. И он мне, конечно, очень сильно помогает, конечно. То, что я могу посмотреть на слайде и проверить четность скобочек в коде. Ну, как бы... Это примерно все, что я знаю про код, но четность скобочек могу проверить. Либо повисать там формулы в техе. Тем не менее. Короче, я со своей стороны считаю, что технический бэкграунд, конечно, полезен. С другой стороны, примеры множественные показывают, что это совершенно не обязательно. И как раз в конфигурировании команды, когда речь уже идет именно о команде, а не о личных каких-то историях одного человека, который этим занимается, прикольнее, когда есть комбинация, и диверсити рулит. Будем сто тысяч раз это повторять Лида. Примерно четверть прошлых говорит, что их основные клиенты — разработчики. Это тоже, мне кажется... Ну, я вот так посмотрев на Хайлоу, думаю, ну, кто там в Postgres и Клауды. Ну, вроде как будто меньше, чем четверть. Ну, целых четверть таких у нас компаний. И при этом... Ну, еще какое-то количество совмещает. При этом, конечно, никакого отображения с предыдущим слайдом нет. Ну, то есть люди и с техническим бэкграундом работают и в одном, и люди без технического бэкграунда работают на аудиторию конкретно инструментов для разработчиков. То же самое, такой немножко сложноватый слайд. Простите за него, сейчас я все объясню. Первый вопрос. Какой ваш профессиональный уровень в Девреле? Чуть меньше четверти людей говорят, что они только входят в Деврел, чуть больше. Четверти людей считают себя уверенными сеньорами и где-то половина медлы. С другой стороны, их уровень должности в компаниях. 50% специалисты, линейные специалисты, никем, скорее всего, не руководят. 16% руководят там группы. Четверть направления. Я человек простой, вижу похожие сектора, похожие картинки. Говорю, Женя, надо искать корреляцию. Куча еще выдвинула каких-то гипотез, кроме однозначного соотношения, какие-то еще там навыдвигала, все проверили, все посмотрели, ничего не подходит. Потому что... Ну и вообще-то, если подумать, это достаточно логично, потому что есть сеньоры, которые делают свою экспертную задачу. Статьи классные пишут, они сеньоры, они линейные специалисты, никем не управляют. А есть люди, которые руководители направления, в которое, ну вот они руководят каким-то направлением, и деврел как-то подпихнулся, начался в компании. Ну, они только входят, это entry-level в девреле, но при этом они руководят уже каким-то, например, включающим в себя деврел направлением. Поэтому, к сожалению, ничего не удалось найти, все по-разному. Переходя к карьерным вопросам, скажу о задаче. Очень большой блок, там очень много всего, поэтому какие-то подробные, наверное, аналитика будет чуть попозже уже не ее сделать. Сейчас быстренько посмотрим, какие вообще в принципе бывают задачи, какие люди называют задачи, которыми они занимаются. И что-то отдельное на внешнюю аудиторию. На внешнюю аудиторию логично, что топ задачи у деврелов это внешнее сообщество, внешнее выступление статьи и стратегии управления деврел-командой, если она есть, тоже обязательным пунктом присутствует. На внутреннюю аудиторию, что-то у меня слайды поволзли, они только на авсуфлёре. Это внутреннее, соответственно, сообщество, внутренние ивенты и исследования, в отличие от внешних, потому что на внешнюю аудиторию проводить исследования самостоятельно, ну, во-первых, смещенная оценка получится, во-вторых, сильно масштабная задача, и этого не происходит, а на внутреннюю аудиторию логично, что можно что-нибудь поисследовать, какие-нибудь, найти себе помощь в этом. И существенно добавляется к внутренней аудитории эта задача. Про то, что было заявлено на заголовке вызова. Сейчас всё объясню. Естественно, вопрос формулировался, что самое сложное в работе деврела в 2022 году, и, конечно, в 2022 году мы понимаем, что было сложное. И есть немалая доля ответов. Это кризис, неопределённость, поддержка людей, которые, в принципе, в какой-то степени всегда всё равно присутствуют в работе деврела, хотим мы того или нет. И даже там некоторые пытаются отместись и сказать, что это работа HRDP, но всё равно это приходится делать. Но в этом году, конечно, её стало больше, но её стало больше не только у деврелов, у чаров, у темлюдов, у всех на свете, кто работает хоть как-то с людьми. Это появилось. Новые рынки тоже достаточно новый ответ. Но при этом топ-ответ – это всё равно поиск докладчиков. Ну, не всё равно, а вот поиск докладчиков. В поиск докладчика я внимательно посмотрела на ответы, которые люди сдают. Да, там есть некоторые усложнения, потому что, да, например, выступать 23 сентября на хайлоуде, ну, были какие-то вопросики кое-какие надо было порешать, но, тем не менее, вообще-то развернут ответы, говорят о том, что это просто очень сложная, одна из топ-сложных задач для Деврела. И по своему опыту я, например, могу сказать, что не то, чтобы мне стало в этом году сложнее, наоборот, может быть, даже чуть-чуть попроще, потому что я наработала какую-то, как это называется, репутацию. И поэтому, а то, что как бы сложные события, ну, накладывают, но просто искать докладчиков часть работы Деврела, и это сложная часть работы. Не каждого может быть Деврела, но многие из нас с этим сталкиваются. Этот был вопрос предыдущий, чуть более эмоциональный, чуть более к делу, к задачам, относящийся. Вопрос формулируется немножко по-другому, но похоже. Какие сложные профессиональные вопросы у вас возникали в 2022 году? Это про именно трудность, я бы сказала, трудность задач, с которыми трудно было справиться, судя по ответам, я сужу. И тут обращу ваше внимание на то, что появилось новое относительно прошлого года. Относительно прошлого года, во-первых, появились новые рынки, они, во-первых, появились, во-вторых, вышли прямо в топ. И, с одной стороны, понятно, с другой стороны, в прошлом году, ну и ранее, видимо, мы не говорим, что люди работали только на внутренний рынок, работали и на тот, и на другой, но в этом ничего не менялось, а в этом году это изменилось. Дальше. Появились вопросы, это тоже новые ответы про карьеру, и наше сегодняшнее мероприятие тоже показывает это, и это, мне кажется, говорит в том числе о зрелости области, что не только там низковисящие фрукты все собрали, там просто пришли, а, мы сейчас будем делать метапы, что-то делаем, прикольно, весело идти, веселимся Машем, а уже системно думать о карьере, что ты можешь дальше, куда вырасти. Вот это, в принципе, новинка. И оргполитику скажу чуть-чуть позже, еще приведу цитату из ответа тоже про как измерять сотрудников и как помогать развиваться своим сотрудникам, когда, видимо, руководители команды какой-то деврельной. И это, кажется, тоже вообще новая история. Мне кажется, ну сколько там, 3-4-5 лет назад, 5, по-моему, не было, 4, когда появилась система LeadConf, это была прямо топ-тема, как помогать своим сотрудникам развиваться. И вот, теперь мы доросли до этого, что теперь у нас есть деврел-команды, в которых тоже нужно думать о том, куда люди будут развиваться, потому что невозможно писать статьи 5 лет подряд. Простите. Про орг-политику это вопросы типа к какой команде должен относиться деврел, что делать, когда у тебя 10 начальников. Я, конечно, не знаю, но у меня есть некоторые данные. 37% человек говорят, что они относятся к HR-у и 30% к IT. Немножко к маркетингу и к пиару в разном, для которых этот вопрос просто не имеет особенного смысла, это либо сообщество, либо нет никакой команды, либо был один ответ, когда дев в одвоксе, видимо, и прямо это отдельный бизнес-юмит, ну, значит, под SEO, прямо, непонятно. Короче, примерно пополам HR и IT, самое популярное направление. Но тут, как бы, что хочется сказать, что, скорее всего, нет правильного ответа, как мы опять-таки сегодня убедились уже, что в любом случае стейкхолдеров у деврела более одного. В любом случае HR заинтересованы в вашей работе, в любом случае HR заинтересованы в вашей работе, даже если вы делаете продукты для разработчиков, все равно HR где-то маячит, даже если у вас HR брендовый, деврел, все равно маркетинг, пиар тоже, скорее всего, вами интересуется. В этом в любом случае придется договариваться, и куда организационно это не поставь, в любом случае придется договариваться, потому что если у вас один стейкхолдер, то, наверное, вы делаете просто не деврела, что-то как-то это по-другому называется. Суперсложный, Антон начал маячить, я все поняла. Суперсложный вопрос, как вообще Женя его спрашивает, как вы видите свое дальнейшее развитие в профессии в 2022 году в ближайшие три года. В 2022 году, когда горизонт планирования примерно три года, 10 секунд. Но при этом на самом деле не так много людей, и мы понимаем, их все, конечно, не смогли ответить на этот вопрос, ну, как бы не захотели, не видят, либо планируют менять область. Остальные как-то что-то видят какое-то свое профессиональное развитие в ближайшие три года. Это уже топ. Не важно, как кажется, это просто суперклассный результат. В топе менеджерства, и тут, мне кажется, хочется сказать, что это не только менеджерство, а в смысле ты деврел, управляешь каким-то количеством деврелов, управляешь еще там чем-нибудь. Но и то, что вообще-то деврелу довольно понятная дорога в си-левел, потому что у тебя и маркетинг, пиар, IT, отношения, процессы, тыры-пыры, почему бы и нет, кажется. Международное направление, понятно, что тоже качается. Есть история про экспертность. Тут, как всегда, есть два стула. Либо ты растешь в управленцев, либо ты растешь в экспертов, ровно как в программистах. Поэтому тут тоже такое есть. И это прикольно и логично, что можно углубляться в свои экспертизы. Это если что, я рассказываю подсказки, кто тоже задается этим вопросом. А я надеюсь, что все задаются. То вот можно подсмотреть, что люди думают. И блог, который, в принципе, можно было бы объединить. И тогда он был в топе популярности. Это какая-то консалтинг, менторинг, какая-то история про поделиться экспертизой, когда у тебя ее уже достаточно. Продукт. Ладно, не буду останавливаться, но мне кажется, это прикольная история. Если ты толкаешься около продуктовой разработки целое много лет, то почему бы тебе не подзаняться продуктом. В том числе в качестве подсказки, что можно делать со своей карьерой, я покажу еще раз ту же самую картинку. То, что в Диврел приходят из пиара, маркетинга, ивентов, IT, HR. Вот это у нас табуретка на пяти ножках так уж получилось. И можно качать просто ту, которой немножко не хватает. И будет тогда совершенно точно топ. Как это качать можно подсмотреть в прошлогоднем исследовании. У меня есть подробный список источников, на которые ссылаются скорее всего не за год, ну, совершенно точно за год они не устарели. В Женином канале, в Телеграм-канале можно будет посмотреть следующее исследование, когда он появится, вдруг там что-то добавилось. А я заканчиваю совершенно вырванной из контекста цитаты по поводу сложных вопросов в этом году. как начать задавать вопросы. Вот, кажется, пора. Ура, ура, ура. Спасибо тебе большое. У нас ровно три минуты, поэтому несколько коротких вопросов. Я думаю, мы возьмем что-то, может быть, из чатов. Чатики пока нет. Если есть вопросы, давайте поднимем руки. Ну, конечно, да. Давайте с последнего ряда. Молодой человек. Хотелось бы в следующий раз увидеть корреляцию с размером компании в виде числа разработчиков и деврелом на них. Супер. И наличием agile культуры. В общем, в эту сторону тоже бы смотреть. Я думаю, что фичер-реквест записан. Фичер-реквест записан. Отлично. Супер. В трансляцию попал. Если это что-то удастся. Спасибо большое за вопрос. Это реально, кстати, классное предложение. Можно посмотреть, конечно. Еще же продолжается. Да, вот, вот, ссылка. Пройдите, пожалуйста. Да, отлично. Еще один вопрос. Два. Вот. Литрес. Да, да, да. Тот самый токсик из литреса. В финале, если так говорить. Спасибо большое за доклад. Это большая сложная работа. Действительно. И здорово, что ее, ну, она такая открытая, что вообще такое есть. Это спасибо тебе, Жене и вообще всем, кто прошел. Вот. У меня... Спасибо тем, кто прошел. Все правда. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Это все. А у меня такой вопрос, что тебя больше, ну, тебя лично, да, удивило в этой статистике, чего, может быть, ты там ожидала одно, а получилось другое. Вот меня, например, удивило то, что самые сложные вопросы были там, что-то про кризис там и прочее, а не, что такое деврел или зачем деврел. То есть я ожидал, вот это будет в топе один, как бы почему-то нет. Меня порадовало, что кризисы, неопределенности, эксистенциальные вопросы, их было, но не только преобладывали, ну, не одни они были, потому что это, в принципе, с моей стороны можно было бы ожидать, что люди задумываются о карьере. Это прикольно. Я говорила, прикольно, что, ну, в смысле, меня подивило, что IT-ивенты не так представлены. Еще какие-то были инсайты, я подумаю, я подойду, скажу. Спасибо большое за вопрос и давайте поблагодарим Евгению и Евгению, которые в онлайне.